я напоминаю что нас рубрика дворцовой интриги рубрику мы это специально придумали таким образом чтобы увидеть педагога их человеческие лица они только педагогические вот возможно что у нас раскроются какие-то интересные стороны вы увидите своих педагогов и коллег с неожиданной стороны а возможно все останется также в тайне педагогической дымке у нас гостях сейчас я правильно все произнесу спортивно-танцевальный ансамбль арабески вот художественный руководитель ларина ирина николаевна комарова анастасия александровна это справа до слева фанасьева мария игоревна и пароль татьяна николаевна у меня первый вопрос вот художественная гимнастика художественная гимнастика это все-таки продукционный вопрос спорт и искусство искусство или спорт на современном этапе это спорт жесткий спорт а в нашем понимании в нашем ансамбле это искусство это искусство мы сознательно ушли от художественной гимнастики как от такого вида спорта в том понимании в котором его все воспринимают в спорте поэтому у нас художественная гимнастика как искусство в нашем коллективе сейчас уровень так растет что там конечно именно спортивным да конечно но что было даже во времена ирина николаевна мне кажется больше к искусству могло отнестись в каком-то смысле с каждым годом сейчас очень такой нет скажем так что сегодня и технический уровень очень высокий и требования к физической подготовке к внешности очень высокий то есть туда набирают практически детей с отклонениями у которых все эти переизгибы прочее если врач говорит что это отклонение то в художественной гимнастике это норма вот и в третьих я считаю что художественная гимнастика все равно потеряла потому что сегодня программа по художественной гимнастике это набор спецтребований и в ней пропал сюжет в не пропал художественный замысел вот этого упражнения не все пропало там только идет конкретный набор три дорожки три поворота три равновесия три до связки 3 все набор спецтребований все поэтому эти композиции они уже перестали быть да они сложные да они в техническом плане к ним не подкопаться но в плане зрелищности в плане вот этих вот детей которые вот все уже ну я не знаю таких уже в природе не встретить тех детей которые занимаются разограды смотришь там такой икс такие полупальца что-то вот и поэтому вот лично я сегодня соревнования по художественной гимнастике вот смотрю очень дозировано я не могу смотри мне чуть-чуть жалко ту гимнастику которая ушла красивая женственная она ушла даже не шла в художественной гимнастике сейчас и мужчины нет я это не знаю занимается также с предметами с мячами да и они даже не во всех странах еще до него совершенно есть просто такие невероятные да девушки отдыхают просто причем раньше художественная гимнастика она была мужская типа спортивной ну то есть они ухо где-то видел они выходили там группы там не было никаких затяжек сейчас это те же подъемы эти те же то есть там просто там не отличишь вообще если издалека ты даже не поймешь так мужчина ну понятно что у них ну как а так нет а вот как для вас вот это вот художественность искусство вот выражается вот как в эти казалось бы в акробате правильно употребите от слова акробатические элементы вот вставляется собственно говоря вот это вот творчество сюжет и так далее потому что я никогда не занимался и не тренируем не с лентой раньше когда были вот эти конкурсы хорошие конкурсы юные таланты москови ну вот и было очень много где была возможность увидеть другие коллективы это сейчас это чуть ушло и вот когда приходишь на обсуждение жюри мы же работаем оригинальном жанре оригинальный жанр это с вот именно синтез спорта искусства акробатики там и так далее вот и когда мы представляем на конкурс композиции вот требования те же самые хоть мы не в жанре хореографии мы другой номинации требования те же самые замысел художественный до развитие лексика какая-то должна быть и если мы включаем акробатику то включение грабаки должно быть обосновано оно должно смотреться гармонично если композиция состоит из одних акробатических элементов то извините жюри говорит вообще вот никто не понял о чем зачем и почему это то есть вот искусство заключается в том чтобы вот эти элементы гармонично сочетались они и с реквизитом из хореографии чтобы это все настолько было единым целым что даже вот так отдельно кто смотрит и не заметил где акробатика где прыжок где фуете где там она лентой махнула когда есть вот эта целостность вот это я считаю искусство и не все можно включить но не любую акробатику ты конкретно под какой-то номер ты понимаешь что может она и делает здесь крутую вещь но она здесь вообще никак чё она будет это вдруг прыгать и уже это вплетается акробатика на идею ну да она летает и как-то что-то зарабатывается они так просто встала там очень круто что-то сделаешь а к чему она это сделать при чем здесь вообще это надо все почему слово акробатика сейчас возникло если говорить о нашем ансамбле вообще об искусстве в нашем ансамбле то у нас наш коллектив по моему единственный коллектив ну чуть ли не в округе которая работает в пяти номинациях то есть у нас дети на очень серьезном уровне который позволяет им потом поступать в хореографические училища занимается классической хореографии которую ведет татьяна николаевна у нас дети стали уже конкурировать с другими коллективами в номинации современной хореографии которую ведет мария игоревна мы добавили новое направление чирлидинг который ведет анастасия александровна и естественно мы не отказываемся от художественной гимнастики которая включает себя элементы художественной гимнастики акробатику но мы не используем своих композициях реквизит художественной гимнастики в чистом виде у нас таких композиций практически нет если лента мы берем уже зрелищный широкий длинный лент если это обруч что уже обруч идет у нас или там соединение нескольких обручей или обручи там вот у нас есть бахромой или светодиодные ли то есть мы уже этот реквизит адаптируем делаем его оригинальным делаем его скажем так эксклюзивным для своих композиций а не то что мы взяли художество гимнастике обруч и с ним сделали композиций нет таких композиций у нас надеть предметом владеются а дали полу для вас художественной гимнастикой на как именно для вас вы педагоги или тренер вы знаете правильно ударение 50 на 50 скажу здесь потому что у нас такая сфера деятельности что нам мало научить детей мало объяснить сейчас такой уровень и мы вынуждены выступать на площадках очень высокого уровня вот нам как-то не знаю как правильно повезло не повезло но площадки это вот который я имею ввиду кремль там колонны зала дома союзов и так далее вот и естественно туда выходить и показывать дети ну вот они научились и делают там должен очень высокий уровень а это тренинг а это извините уже спорт а здесь уже какой-то педагог здесь иногда ты далеко не педагог кстати следующий вот сразу вопрос а мне такие страшные вещи рассказывали говорят им 3 интриги интриги страшные вещи говорят вот когда художественной гимнастикой занимает мне даже родственница говорит плакала я маленькая была тянулась плакала на меня сильно давили я плакала со дня меня спрашивали хватит или хватит еще больше до достаточно недостаточно можешь еще терпеть она говорит еще есть такой преодоление есть конечно да но мы сейчас опять нашим меняется все и даже деятельность нашего дворца творчества меняется нас сейчас последние приказы поставили в такую ситуацию вот если раньше мы с открыто работали на результат что греха таить потому что все хотели сделать композицию довести ее до нормального уровня показать ее везде получить за это там признание награду и прочее вот и у нас были до дополнительные часы на постановочную работу у нас все композиции которые делает ансамбль арабыске это как бы наши композиции да мы в этом году первый раз за 25 лет попробовали практику пригласить постановщика извне но опять таки это наши как говорится девочки которые с которой мы работали но тем не менее мы вот в этом году сделали первый такой у нас был опыт а до этого все композиции которые мы представляем это наши сделаны нашими педагогами совместно или отдельно каждым не важно вот и сейчас у нас эту постановочные как бы часы же у всех убрали решили что они не нужны педагог должен вынашивать идею все это придумывать искать музыку компоновать там это пробовать это все должен он свой выходной день или там методически еще в какой-то то же самое концертная деятельность которой раньше она как бы у нас были часы и педагог если он едет выступать а мы выступали я не знаю каждую неделю у нас был концерт а выезд на концерт это 4-5 часов вот естественно если раньше он был в расписании оплачивался то сколько лет уже не помню его нет естественно мы опять выезжаем все это свое так говорится свободное время хотите выезжайте хотите не выезжайте то есть педагог естественно за это не получает ни часы ни зарплату ничего и поэтому сегодня когда раньше группа были 15 человек помните то время наполняем сегодня у нас по программам нам сказали как 20-25 если раньше группа занималась у нас там 8 часов 4 раза по два часа сегодня есть опять нормативы где там дети определенного возраста могут заниматься только четыре часа и поэтому извините ребенок занимается четыре часа а нагрузку с педагогом сохранить надо поэтому ты должен взять еще такую же группу на четыре часа следовательно и стали работать в два раза больше детей у нас должно быть в два раза больше ну чтобы сохранить хотя бы ту зарплату которая была там раньше вот и поэтому естественно в такой вот атмосфере как нам говорят человека час зарплата рассчитывается как по формуле человека час то есть она напрямую зависит от количества детей и поэтому педагогам сегодня приходится вот это искать золотую середину как сделать так чтобы ты набрал то количество детей как на за которых ты можешь ответить ответить потом показать результат этих детей и в то же время чтобы это количество позволило как-то получить более-менее достойную зарплату вот вопрос а сколько сейчас в коллективе но двести шестьдесят пять по-моему двести шестьдесят четыре группе группе занимается по двадцать 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 как потом когда домой вы приходите после этого как вы потом приходите продолжаете ли там командовать в том что наоборот все мне кажется приходят не знаю я замыкаюсь то есть вот чтобы меня никто там хотя бы час не трогал и ко мне не обращался но дело в том что очень трудно опять таки у нас трудность еще одна в чем из-за этого количества вот нам выделили зал лет 15 назад ну ваши дни ваши часы и у нас тогда когда мы залом выделили было ну 80 чем-то человек потом нам сказали хотите дети идут а к нам дети идут естественно записывается большое количество и естественно если есть возможность где там зал чтобы эту группу вставить и педагогу естественно зарплата и все и мы как бы стали увеличить потом настало сто двадцать сто пятьдесят стоть но заму залов а так не прибавлялось то есть мы разрастались за счет уплотнение и на сегодняшний день у нас спортивном сале работает две три группы параллельно два три педагога естественно перекрикивает друг друга должны донести сделать замечание ребенок должен понять что он должен вот это слушать а вот это вот не слушать но это конечно очень трудно естественно это влияет тоже на качество и поэтому вот мы как бы я не знаю чтобы тот уровень сохранить сил уходит но раз в шесть больше чем уходила 10 лет назад это очень тяжело и когда у нас уходят дети вечером из зала 9 то мы тут уходим наверно пол десятого в десять потому что нам надо опять детей отпустить быстрее надо делать уроки а мы должны еще остаться все это доделать додумать поменять то что сегодня у нас не получится потом это вот примерить там эти все костюмы потом сделать этот реквизит и в десять часов парк нити съездить парк них я привести мне тяжело когда количество детей в день через тебя проходит у меня в этом 10-11 групп на принципе и естественно тяжело до пандемии востребованность как бы большая не будем скрывать и бывает даже приглашают достойной площадке две допустим крем или концертный зал россии просят одну композицию купол маринка в один день в одно время ну что нам пришлось сшить второй купол сделать три состава на всякий случай и мы вот несколько было у нас такие дни когда одни те же номера работали в одновременно в разных местах разные составы как ласковый май вот но но я считаю что когда есть востребованность у коллектива и есть то что вот старшие дети у нас не могли то количество концертов работать потому что они учатся в школе еще сейчас мы можем послать эту группу туда вторую туда третью туда четвертую я до пункты мире сейчас конечно все чуть-чуть пока притихло и нет выступлений столько и когда большой коллектив мне кажется в этом вот все как бы и заключается а когда нас приглашают на какие-то открытия где нужно на стадион и они говорят нам нужно 60 человек мы сначала лет 10 назад у нас был шок как до 60 человек а им еще надо чтобы они были примерно одинаковые но это ладно они же должны еще примерно одинаково одеты и обуты и мы так как 60 нет ну его там 30 ну ладно 30 лет на поклонной горе каждый год выступлений этой парад кадет тоже там большие количество все сегодня мы можем 60 получите 60 одинаково одеты одинаково обуты пожалуйста все вам сделают выйдут и сегодня таких мало коллектива в москве которые могут вот такое количество детей дать на хорошем уровне у нас очень много видео где на стадионах вот эти выступлением а любимая площадка какая-нибудь есть любимыми мероприятие вот куда вы прям с удовольствием любим и действие 200 а кремль любит не потому у нас наш жанр мы когда нас приглашают выступать это в основном выступление с реквизитом то есть вот эти хореографические композиции которые у нас есть там современная хореография она не так востребованно нас просят если мы выходим это полотна флаги вымпелы ленты это все вот это вот что очень ярко зрелищно тогда майданов поет флаг моего государства наших 40 человек флагами там все это сзади машут и поэтому когда работаешь с реквизитом маленькие сцены они сразу детей или грубо говоря нет номера с реквизитом на 6 человек они во первых не смотрятся там должно минимум 16-20 бы а чтобы это был масштаб размах это должно быть место не так что она вытянула руку думать если выкинь то насчет ткнет а больших сцен очень мало концертный зал россия ну там вот эти зал этом лужниках кремль где еще театр советской армии небольшая небольшая для театра еще пару таких две-три сцены вот где мы очень любим потому что там размахнулся так размахнулся а ходят слухи активно в народе ходят слухи что спортивное танцевание ансамбль арабески в девяносто шестом году образовался правда да расскажите может там есть какие-нибудь подводные камни а все что можно в девяносто шестом прям без без какого-то предварительного коллектива сразу да да сюда пришли да ну началось с того что я работала в школе была кубышевская школа номер два спортивная школа у нас и было две кубышевского района и вот я работала там и там потом меня сделали директором этой школе и я как директор сделала запрос чтобы распределили плотника валу анатольевну камнем и учили в основной группе ее распределили мы там как бы работали но у нас не было базы мы в школах 37 6 там вот все школы которые в округе есть мы там вели приходишь на тренировку говорит извините сегодня шахматный турнир не повезло ушли на следующий день пришли зал свободен потренировались но и мы так долго как говорится даже не помню сколько лет мы это протянули и нам это все это дело надоело и мы свернули свою деятельность спортивной школе просидели год но там было потом когда я ушла назначили другого директора и он говорит вы знаете вот строится дворец там должны быть хорошие условия вот там директору сказал вас порекомендовал приходите мы пришли сюда продавала анатольевна был маленький ребенок и она сначала была против вот но мне нужно было чтобы кто-то рядом меня поддерживали пришли яла анатольевна и никола маленький кольги анатольевны она горит у нас все строится даже входа нет ничего нет придите через полгода хорошо мы через полгода в том же составе пришли в феврале но она говорит у нас только вот здесь один ход там еще все строится марим ничего давайте мы начнем ну и вот начали ну и начали потихоньку как бы на пустом месте сначала брали всех потом уже через пару лет не всех уже могли позволить себе не брать полненьких там не растянутых не гибких ну и вот так мы как-то с нуля начали и очень быстро вот я не знаю как то очень очень быстро мы за семь лет уже как бы через года четыре мы уже начали выступать получать первые награды но всем лет как положено грянут первый кризис как везде и в любой семье и в любом коллективе вот и этот кризис мы решили пройти таким образом что мы разделились вот и алла анатольевна как бы свой коллектив мне оставили название им оставили старших детей я оставила себе 1 2 3 4 класса они 5 6 7 8 вот вот так решили будет справедливо вот и с этого момента пришла ларина вот виктория сергеевна которой нет сегодня и мы с ней как говорится пошли пошли вдвоем мама и дочка но умудрились как-то поднять уровень коллектива так что нам вручили даже девочку на шаре присудили приз департамент образования далеко не каждому коллективу присуждается вот и потом когда мы уже поняли что нам вдвоем очень тяжело но уже как бы коллектив разросся и тут пошли педагоги мы приглашали и а шарину сашу мы приглашали и нам бекренева юля присылал ну то есть мы много через прошло 23 педагога наверное у нас сменились но вот этот состав который сейчас ну я считаю что это вот лучший состав за всю историю ансамбль арабески который есть мы уже вместе лет десять лет 13 до мы вместе на стекла влилась наша воспитанница которая пришла к нам играть вот влилась к шикарно влилась потому что во первых таких воспитанниц выпускаем много детей но таких которые могут прийти и встать единицы вот у нас могу даже назвать это было аня мухина первая такая которая если бы захотела прийти встать мы бы были только рады и вторая была настя не в обиду всем остальным прекрасные девчонки все но чтобы прийти стать педагогом это должна быть такая вот как бы жилка которая не у каждого есть и поэтому настя она настолько легко влилась потому что она в этом выросла вот мне и вообще не надо объяснять несмотря на то что понятно она молодая и опытом не еще не столько сколько у нас но объяснять как что куда сделать как там с детьми там поездка вообще не надо то есть вот она настолько посмотрел все и сделал без слов без каких-то вот поэтому появилась если честно мне кажется что она у нас была уже давно хотя сколько лет 6 уже а вот анастасия александр изнутри и вот коллектива и как воспитанница вы там были да и вот сейчас как педагог вот ходят слухи ходят упорные службы не склеить значит какая конкуренция среди девочек внутри коллектива есть вот да в чем выражается синий секрет у нас это была крепкая дружба с кем выросли мы также общаемся и дружим крепко несмотря на то что у нас соревнования между своими воспитанницами и мы соревнуемся считаете с подружкой нас не было такого что мы там друг другу какие-то там тапочки забирали нас не было таких козней козними никаких не строили мы друг друга поддерживали это был спортивный интерес и мы только радовались и здорово радовались поэтому но сейчас в данный момент у нас конечно большая конкуренция потому что есть но опять это же вызвано не тем что мы так захотели сделать это жизнь нас заставляет жизнь диктует нам определенные правила и мы если мы хотим держаться на плаву и хотим не разочаровывать тех режиссеров те которые нас приглашают которые видят в нас какой-то потенциал который нас уверены который поэтому мы вынуждены как бы вот к этому приходить я в этом как бы плохого ничего не вижу но здесь опять идет вот дополнительное образование дворец творчества как нам любят говорить это не спортшкола здесь должно так у каждого свое это и так далее но я считаю что в любом творческом коллективе должна быть здоровая конкуренция она все равно дает какой-то толчок и поэтому я вот в этой конкуренции которая есть у нас ничего плохого не вижу не что она должна быть и ребенок должен стараться стремиться войти там стоять в номере достойно стоять представлять коллектива совершенно согласен с этим и считаю что в любом на самом деле коллективе здорово да да между собой дружат вот даже сам на растяг сильно конкурируют но видну они дружат у них нет никаких гадостей они радуются друг за друга хотя все хотят первое место как в любом большом коллективе не бывает но это такие единичные случаи да да у вас традиции какие-нибудь новые старые есть вот что-нибудь конечно ну во первых мы выезжаем каждый год в лагерь я считаю это уже стала хорошей традицией тем более как мы попали лет пять-шесть назад в артек и нам там так понравилось и мы себя зарекомендовали что нас достали приглашать каждый год вот мы конечно влюбились в артек во всех отношениях как-то раньше мы к этому лагеря относились мы слышали то хороший лагерь и все когда там естественно побывали то согласились что это единственный лагерь нашей стране где вот на таком уровне поставлена работа где есть возможность для роста детей вообще в разных направлениях ребенок каждый себя выбирает мы вообще были удивлены когда у нас дети выбрали направление там и марин ты на кона это я диджей а ты кого а я ну там кто-то игрушки делали как игрушки кто-то конный спорт такой разлет вот этих направлений провести что мы были удивлены там никогда кто-то пошел на борьбу какую-то девочек короче вот даже по-моему вторая традиция у нас это мы проводим новогодние спектакли потому что к нам на практику приходит мы очень тесно сотрудничаем с российским государством университетом и кафедра режиссура где учатся наши девочки там тоже она присылает нам на практику своих студентов и в начале первый год мы как-то не могли еще это все понять в какой форме в какую русло это практика как она будет выглядеть то потом мы быстро сориентировались и студенты пишут сценарий и с участием наших детей ставят новогодний спектакль у нас уже был и гарри поттер в стране арабесок и принцесса диснея и то есть каждый год это определенное название спектакль который мы показываем из-за большого количества два раза прям один раз чтобы посмотрела у нас половина зрителей через час второй раз уже как почти как профессионал вот это вторая традиция мы эти спектакли правом каждый год мы три года назад или четыре ввели новую традицию так как у нас большой коллектив и мы не помещаемся у нас на сцене во дворце мы вынуждены свои отчетные концерты проводить на больших сцен за пределами дворца это или кинотеатр муссовета в этом году это концертный зал измайлова в общем на больших площадках но так как на отчетные концерты приходят наши родители естественно они нас видят там их и ближайшие родственники а нам хотелось бы чтобы еще наши вот эти номера красивые видели и родители других коллективов или сотрудники дворца ну кому интересно увидеть нас там узнать и поэтому мы проводим последний понедельник октября назвали свою концертную программу show time то есть мы делаем свой отчетный концерт просто в урезанном таком варианте часовом куда есть возможность прийти всем желающим во дворце и посмотреть что и кто и как ансамбль и рабыста как лица делает это наша еще одна традиция потом у нас есть традиция перед 8 марта мы обязательно проводим праздник где поздравляем нас чисто женский коллектив так как у нас одни девочки мы считаем 8 марта это настолько наш праздник и весны красоты любви ну всего 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 вот и поэтому мы тоже подходим к этому празднику очень так трепетно и он стал уже такой традиции где мы выступаем и поздравляем и родители детей друг друга вот и у нас еще появилась наверное единственная традиция я уверена в нашем дворце это точно у нас образовалась творческая группа родителей то есть родители захотели сами подготовить какой-то номер отработать его и на каких-то мероприятиях нас поздравить этим номером то есть мы первые это все время так неожиданно во первых мы там работаю ров ничего не ждешь и тут раз родители последним номером там в том же огоньке допустим новогодним выходят они прям приобретают костюмы вышла одна там в костюме мартышки мама папа в костюме снеговика потом у них вот эти заказали полотна такие длинные на которых наши логотипы написано арабески с новым годом этими полотнами машут шили костюмы специальные для этого подходит 8 марта у них уже другой номер весенний другие костюмы они уже там понятно что они это делают с такой с помощью татьяна николаевна нашей подпольна которая их так чуть направляет и где-то помогает но для меня это остается всегда вот за гранью понимания вот в наш век когда ни у кого я уверена не хватает времени на свои какие-то дела там это найти время прийти в это время во дворец это же поздно вечером все происходит все это отрепетировать заказать костюмы сшить все там это сделать то есть это вот настолько надо быть но патриотом каким-то настолько надо любить вот все-таки коллектив чтобы эта потребность у людей было и причем это творческая группа моего прозвали арабески плюс она с каждым выступлением все больше 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 как папу же подключить папы уже там с флагами это не 10 это не 15 человек ну там и 100 это такая большая группа родителей а я все время вот когда смотрю меня прям вот слезы текут вот там смотреть равнодушно вообще невозможно на все это вот название арабески вот если так убить в гугле то группа вылезает из трех данных таких и 2 это узор естественно восточный в восточном да и поза хореографии да можно так как сказать в лиц опрос вот ассоциация с этим названием у каждого педагога какие как это можно расширить у меня в первую очередь это как я человек относящийся классическому танцу естественно это позы но потом это такое название арабески ну как сказать в нем есть и образцовость которая в принципе как бы коллектив на хорошем уровне это не первый раз сказали что вот нужен педагог ансамбль арабески я подумал арабески наверное как бы мне понравилось название как бы вы это близко ко мне было очень ну естественно но если это уже как бы образцовость наверное как бы должно быть там будет хорошо хотя на самом деле с коллективами познакомилась вот очень интересно у нас на год раньше чем я туда пришла работать они выступали метро и братиславское на улице не правда да 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 мужками да а летовые оранжевые я проходила мимо я шла к метро там было открытие торгового центра большого и перед ним было поставлено да 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 что то такое и коллектива да да и коллективы там дело я шла мимо я даже остановилась посмотрела подумала хорошие девчонки как бы я бы работала с этими детьми им бы стопы дотянуть я тоже видела хореография у нас в этот период страдала признаю и и пошла дальше собственно но я посмотрела это смотрела до конца номер потом там кто-то следом пил я пошла дальше вот а через год уже работаю участь в институте мне подошли и сказали что тань а давай-ка ты не хочешь поработать у тебя есть время там нужно вот совсем чуть-чуть у них очень интересно очень интересно очень много всего тебе понравится вот ну и правда я пришла мне кажется достаточно быстро ввелась в тактип а уже в мае месяце того года когда я пришла мы просматривали не просматривали наводили порядок я увидела эту фотографию как раз такие с открытия этого магазина исполнила а твой приход тоже марии какого метро нет так я уже вся как я училась 37 6 школе где базировали арабейск только я не знала об этом ну естественно то есть все равно и так как я живу рядом и все время дворец в моей жизни только фигурировал ей сама танцевала там в других коллективах ну то есть это все и я как бы называть и в орнаменте и вы на выступление в школе у меня в памяти что девочка с ленты выступал ирина николаевна воспитанница то есть это все как бы тут рядом но как бы я не знала прям арабейске и я помню что тоже я видела выступление опять же был какой-то концерт видимо просто мы видим как зрители пришли это же я подумал но это наверное уже про стопа это на меня постарше когда я уже собиралась все-таки наверное хореографии поступать в институт потому что конечно в восьмой класс вряд ли бы просто подумала а тогда когда я уже смотрела я подумал и такие делать акробатику по моему даже это лолита была почему-то это все вот видите как пересечено и потом то есть я как бы знала фоном что есть такой коллектив и я его где-то видела и вот девочки в школе выступали от ирина николаевна а потом вот так просто мы как бы сейчас уже настолько все близки вот я знаю там если вдруг таня трубку не взяла я знаю там эти там три варианта почему я знаю там что настя там вот сейчас чем настя живет там ну куда она там побежала это надо то я знаю там что то есть они то есть ну настолько мы как бы за пределами этого дворца друг друга как бы чувствуем поддерживаем как-то вот ну не знаю принимаем вот такими разными потому что у всех настолько свои тараканы в голове